Субтитры делал DimaTorzok В Киэдо, Нидерланды полиция сумела освободить трех заложников и сейчас продолжает операцию по обезвреживанию террористов. Ранее Франция объявила уровень наивысшей террористической угрозы в связи, к слову, с трагедией, которая случилась в Москве в Крокус-Сити, экспо-холле или как он там правильно называется. И, как сообщает МЧС России, общее число пострадавших в результате трагедии достигло 695 человек. 144 человека погибли, были убиты террористами, злодеями и чудовищами. И, знаете, это, наверное, самая масштабная террористическая катастрофа за последние годы. Дорогие друзья, катастрофа жуткая. Снимаю головной убор в память о жертвах. Это по-настоящему страшная беда, то, что произошло. И добавлю, что на самом деле, на самом деле, это один из симптомов, что бы то ни было. Да, политика, да, подковерные игры, да, там, кукловоды, все такое, теория и заговоры. Но это, безусловное, следствие обесчеловечивания и озлобления людей. Посмотрите новостную сводку, я слежу. Ежедневно проскальзывают новости о том, что кого-то, внимание, забили до смерти. И полиция, как правило, квалифицирует это в пользу убийцы. Забить до смерти превратилось в причинение тяжких телесных, повлекших по неосторожности смерть и так далее. Или что-то в таком духе. Какая нафиг неосторожность. ССовцы соревновались, забивая до смерти людей. Их преступления были осуждены, как преступления против человечности Нюрнбергским трибуналом. Однако сейчас, спустя три четверти века, человечество вновь стучится в те же самые ворота. Это ворота злобы, немотивированного насилия, а главное, безнаказанности. Появились вот эти вот бои без правил ММА и так далее, на которых совершенно неконтролируемо причиняется друг другу насилие. Бойцы причиняют боль и непоправимые телесные травмы друг другу. Но куда больше вреда, они причиняют обществу, которое наблюдает это и берет с этого пример. Да, спорт, каратэ, я помню, в детстве в секцию пошел и говорили, не бить по голове друг друга, не били. Объясняли об ответственности. На самом деле, каждый удар каратэ, этого древнего искусства острова Окинава, он предназначен покалечить или убить соперника. Какой же тут спорт? То, что происходит сейчас, это не спорт, это планетарное погружение человечества в режим нового мирового порядка. Кроме шуток, серьезно. Потому что заказное убийство, нанять киллера, кого-то убить, а теперь можно любого человека просто забить до смерти, и наказаний будет меньше, чем если человека безболезненно, скажем так, застрелить. Перекос вы не находите. И самое жуткое, что часто вот этими боями без правила, вот этой дрянью, насилием увлекаются, как правило, люди, малоспособные к интеллекту, к творчеству и так далее. Люди далеко не лучшие представители человечества. Но вот эта мутная волна насилия выдвигает их на первый план. И мы видим каждый день в новостях, забили до смерти, убили. А самое жуткое, когда дети уже в школах ходят в этих маечках ММА, как правило, дети, которые первое поколение россияне, и они очень этим увлечены. Забить до смерти. Когда местный наш коренной человек, к примеру, там, пойдем-выйдем, рассчитывают, что там по фингалу поставят морду, набьют кулаками и так далее. А тут речь идет о том, чтобы покалечить или убить. Удар в горло, к примеру, и так далее. И примеров такого насилия невероятное количество. Понимаете ли, часто эти деятели, которые совершили подобное преступление, позируют вот с этой символикой в спортзалах, а потом идут пробовать свою силушку, натаскавшись в злобности. Злобность – это на самом деле термин, применяемый к служебным собакам. А теперь он применяется к людям. По-настоящему, на полном серьезе. И вот они выходят и творят не весь что. Не идет у меня из головы случай с дамой-пенсионеркой, которую ударил по лицу негодяй в подмосковной электричке. И что ему за это будет? Он сломал женщине нос под обязательство явиться. Под обязательство явиться. Какая в сущности ерунда? Человечество разделено на тех, у кого есть право на безопасность и возможность ее обеспечивать, и на тех, у кого этой безопасности нет. Задумайтесь, это очень и очень серьезно. Я считаю, что участие в этих ММА должно служить отягчающим, значительно отягчающим фактором при оценке преступлений. Я считаю, что забить до смерти должно караться страшнее, чем просто застрелить. И я считаю, что за немотивированный удар по другому человеку надо карать. А не как сейчас штраф в полторы тысячи. Простите, я за мир, я за добро, я против тюрем, против наказаний и все такое. Но вдумайтесь, мы вымираем, Россия вымирает. А умирающему больному побои противопоказаны. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мою деятельность. Описание подскажет, как. Или еще лучше пополните мой второй технический номер телефона Теледва. Он у меня для того, чтобы выкладывать видео. Плюс семь девять пять восемь пять ноль один восемь четыре пять семь. Доброго денечка. Пока. Че-то я не пойму, что происходит. Тащит его прочь от машины. Тащит его прочь от машины. Три, четыре, два, один, два, один, два, один, два, один, два, один. Можем, поднимем. Блин, тяжело. А этим надо быть тоже, вот с хорой работой. Это вы из храма его, да, вознесли? Нет, с улицы. Заместитель министра труда миграции и занятости Таджикистана Шахназа Надири сообщила о том, что из России заметен отток трудовых мигрантов обратно в Таджикистан. Также она сообщила, что в адрес представительства в Москве поступали угрозы. И, кроме того, угрозы поступают гражданам Таджикистана на бытовом уровне. Да, причина, да, следствие. Но нельзя скотиниваться, нельзя превращаться в озлобленных полулюдей, полузверей. И надо как-то пытаться жить с этим. Как-то вот так. Но, между тем, безусловно, необходимы подвижки в области миграционного законодательства и его, прежде всего, соблюдение. Потому что паспорта российские, как я подлежу, выдаются просто направо-налево. Что ж, добрый день, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. Вы можете сделать это, пополнив баланс телефона Теледва. Плюс семь девять пять восемь пять ноль один восемь четыре пять семь. И вот такая столица сегодня. Несмотря на мирный такой вид выходного дня, в центре полно автозаков, полиции. Ну, еще бы, меры безопасности. Какой странный изогнутый фасад у этого дореволюционного дома. Обратите внимание на гербы. Пришли весенние денечки в столицу. Петровский бульвар, театр на Трубный. Нижний Кисельный переулок, Москва. Живешь так всю жизнь в городе и как будто бы заново открываешь ее для себя, прогуливаясь по тем или иным переулкам. Жуткий совершенно случай произошел вчера в Подмосковье на одной из станций, по-моему, Нижегородской, где-то там. Мужчина ударил, если он мужчина, после этого ударил пенсионерку кулаком в лицо и сломал ей нос. Он был отключен по обижательству явки, когда его вызовут. На самом деле совершенно жуткая вещь – это декриминализация побоев. Нарушение неприкосновенности любого лица – это по-настоящему страшно. И сейчас, когда мы видим засилие вот этих вот ММА, боев без правил, культуры ударить в лицо и декриминализации побоев, на самом деле частенько самые черные части человеческой личности вылезают наружу. Которые не любят многие обитатели РФ. Да, пробуй пожалуйста. Поехали в Мастерской – это всегда для подарков и сувениров. Снаобразный мастер-классный для детей и тростов. Я вас научу, чем подарки суперсов. Я хочу, чтобы я был высоко. Да, и понять меня должно. Знаю будешь ли я нужна, можно, говорят, что ты. Ишь ты один мак, хочу жить. Пока мы стояли, товарищи, по несчастью, обворовали спящего бомжа, но потом под криками общественности вернули часть новорованного. Хотя это для вида, наверняка они ничего ему не вернули. Жизнь жестока. Социальные гарантии человека РФ. Субтитры создавал DimaTorzok